Всем привет, меня зовут Макс. Как и обещал, мы продолжаем уроки по GameGuru. В этот раз мы рассмотрим постепенное нарастание и постепенное убывание звука, то есть затухание его, для каких-либо ваших целей. Это используется чаще всего, например, когда мы подходим близко к зомби, чтобы звук постепенно нарастал. Может быть, к какому-то определенному объекту, или вы создаете игру, где нужно что-то искать, и вам нужно ориентироваться на звук. Для таких случаев как раз есть система затухания и нарастания звука. Сцена выглядит очень просто. У нас есть какой-то ключевой объект, соответственно, где и будет сам звук. Звук выбирается в Sound 0, ставится, и скрипт указывается, которому я сейчас напишу. Я его назвал Ambient Sound. Теперь давайте рассмотрим его. Скрипт достаточно просто выглядит. У нас есть переменная Flag. Она отвечает за то, было ли как бы вхождение, играет ли она до сих пор и так далее. Дальше основная функция. У нас первое, что делается, это берется дистанция от игрока до объекта и сравнивается. Если она меньше 400, в данном случае можно и меньше поставить все на ваше усмотрение, то мы переходим к следующему действию и сравним, выключен ли флаг. Если я выключен, тогда мы зацикливаем звуковую дорожку на 0 слоте, ну то есть Sound 0, активируем Effused и говорим, что звук активирован. В остальных же случаях, если звук уже активирован, мы просто устанавливаем громкость, максимально же 100 у нас, и минимально 0. Устанавливаем громкость как 100, минус, и вот такая формула. Дистанция игрока делить на 15. Вы можете эту формулу записать иначе. Можно делать это быстрее, то есть можно делить на более большое значение, можно делить на более меньшее значение. Соответственно, даст разный результат. Если мы делим на более меньшее значение, то быстрее просто происходит. В остальных же случаях, если дистанция все-таки у нас больше 400, либо равна ей, то мы останавливаем просто звук и говорим, что музыка не играет. Ну, все достаточно очень логично и просто. Ну, теперь давайте я вам покажу, как это все выглядит. Достаточно неплохо на самом деле получилось. И главное, что это не занимает много времени и нетрудоемко все. Ну вот, смотрите, мы сейчас ничего не слышим. Начинаем подходить, и вы услышите звук пара такого. Как вы заметили, он сначала нарастал, потом затухал. Давайте еще раз покажу. Ну вот, в принципе, все. Это был очень короткий и быстрый урок по тому, как можно было бы создать нарастание и затухание звука возле одного объекта. Помимо всего этого, можно же использовать еще определенные зоны. То есть, вместо объекта вы можете ставить зоны. В принципе, на этом все. Спасибо за внимание. С вами был Макс. Подписывайтесь обязательно на канал, ставьте лайки, вступайте в нашу группу. Там вы найдете очень много полезной информации, много дискуссий. Также у нас есть свой собственный форум русскоязычный. И обязательно поучаствуйте там и в развитии его. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok